Уважает себя. Соответственно, для того, чтобы строить хорошее отношение, нужно иметь хорошее отношение к себе. Есть такое понятие, где-то встречал в интернете, женщину в окне. Так, которая притягивается, она просто идет, и все хотят с ней познакомиться, взять номер телефона, чуть ли не позвать замуж сразу. Она что-то такое особое излучает. Что это такое? Это невербальные признаки поведения. То, как она держится, как она ходит, как она выглядит, как она смотрит, голос, тон голоса, ритм, фразы, подбор слов, какие-то особенности детали поведения, жестов, мимики. Ну и, конечно, при более близком контакте запах. А тут, естественно, запах уверенности, который ловят другие люди. И давайте мы сейчас сделаем упражнение, которое поможет приблизиться к этому образу и будет хорошим подспорином для вас в дальнейшем. Итак, женщины-магниты. Давайте удобно устроимся. И, пожалуйста, проверьте, выключены ли ваши мобильные телефоны. Чтобы они не изменили, не обещали, не жужжать. Жалуюсь на ваших таксистов. Он пытался куда-то послать, вот к этому магазину подойти. Я не знаю, у вас только по адресу сидели. Он общалась сегодня с ним. Вот так, по телефону. Общение не говорите. Хорошо. Все, вы уже приехали. Таксистовый надпустим. Давайте сядем ровно в ряду, удобно. Это небольшое упражнение, но бодрящее. Я предлагаю вам закрыть глаза, почувствовать контакт с полом. Сделать хороший вдох. Хороший выдох. Прямо встряхнуться на выдохе. Отпустите от себя сердечное. Доправьте внимание внутрь. И в течение нескольких секунд прямо прислушаться к своему дыханию. Спокойному. К тем звукам, которые сопровождают дыхание. Почувствуйте себя здесь телесным. Уважение тела. Его без. Вот это ощущение равновесия. Руки. Лицо. Свет. Сквозь закрытые веки. И этого вполне достаточно, чтобы оттолкнуться мыслями от текущего момента и переместиться в будущее. Ведь мы можем создать любое будущее, которое только хотим. Будущее. представьте, что вы уже есть та самая женщина-магнит. Энергичная, идеальная. Вот такая, какая вы хотите быть. Энергичная. Привлекательная. Увереная в себе. Здравомыслящая. С юмором. Все, 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 что вы хотите. Ощущает свою привлекательность, женственность. И психологически. Побудьте в этом образе. И обязательно подойдите мысли на к зеркалу. И посмотрите на себя. А во что вы одеты? В том состоянии. Как вы смотрите на себя? Положение тела. Подвигайтесь прямо, покрутитесь. Рассмотрите себя со всех сторон. Связывая вот эти движения с тем внутренним ощущением собственной привлекательности. Может быть, кто-то будет рядом. Поговорите с ним, с ней, с ними. Послушайте, как звучит ваш голос. Обратите внимание на то, как вы думаете про себя в отношении собственной личности. Во что теперь вы верите? В чем вы верите? Что знаете? Что умеете? Принцип. Сядь вместе. Попробуйте вот этот образ на вкус. Все маленькие детали, оттенки, особенности. Вот какая вы. И может быть, оттуда, из будущего, оглядываясь назад в прошлое. То прошлое, которое сейчас для вас настоящее. Отметьте, а что вы делали? Хотя бы, какие были первые шаги, чтобы двигаться в этом направлении? Конкретно. Какую работу вы проводили, чтобы стать вот такой? И после этого я предлагаю мысленно совершить обратное путешествие, вернуться вот здесь и сейчас. вот в этом есть, в этом пространстве. Вот в этой личности, которая вы пока еще есть. И сразу отметьте, какая разница в чем? Как она физически переживается, эмоционально? Что, как вы теперь знаете, стоит поменять? Вот, в дешнем виде, в гардеробе, в привычках, в поступках, где их сверху, может быть, в стиле жизни. Чему стоит научиться? А, чему стоит разучиться? Не забудьте, потому что это уже не полезно. Отметьте эту разницу сейчас. И после того, как вы спокойно, постепенно кроете глаза, не спеша вернётесь в обычное состояние. Я рекомендую сразу взять ручки, блокноты и записать то, что вот сейчас для вас открылось, полезно, сразу, чтобы оно осталось с вами. Потому что вы можете с ним, хотя бы несколько пунктов. Что конкретно? Во внешнем виде, в поведении, чему стоит научиться, где мы с вами пришли.